Откровение святого Иоанна Богослова, 17 глава 6 стих. «Я видел, что жена упадена была кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых, и в виде ее явился удивлением великим». Толкователи по-разному разъясняют, кто такая жена Иоанна и понимают, что это церковь блудница, которая вступила. Но Иоанн сам говорит о Вавилоне, о городе, где много пролилось в крови. Мы к этому слову привыкли – кровь. А в крови все. Господь говорит – душа живого в крови. Сама душа, сама жизнь – кровь за кровь. Это смех за смех. Если кого-то убил, ты тоже должен быть убитым. И Он говорит – она была упадена. Вот человек напоенный, пьяный, упал, досыта напился. И она напоена кровью, упоена. То есть кровь – это то, чем она питалась, жила, наслаждалась. И что это за кровь? Младенцев, которых жертвы приносят, нет, говорит, свидетелей. Иоанн готовит говорить, что самое высшее звание, какое есть в церкви – это апостол. И тут же добавляет, но высший его ученик. Апостолы – избранник Божий, посланник. И следующие за ними шли. Считается малыми апостолами. Они ничем не ниже. Малые за ними следующие. Не надо понимать, что ниже в ростах были, ниже они сделали за царство небесное. И апостолы умирали за Христа, проливали кровь все, кроме Иоанна. Я так представляю себе, зная их историю, что он любил Господа и хотел кровь пролить, а смерти нет. Брат погибает, Петр распинается, Андрея убивают, Варфоломей погиб. И всюду кровь он живет и живет в крови нет. И поэтому он придумывает в своей службе от святых необычную себе смерть, крестообразную могилу, не капу распряну, а крестообразную, ложить на нее и просить себя засыпать. Я сношу это необычное явление, если это так, а другого свидетельства в истории нет, это тоска его о высшем звании, о доказательстве любви ко Христу. Христос за нас пролил кровь, без пролития крови нет, прощения грехов. Писание об этом говорит. Сегодня мы слышали апостолского чтения, вспоминайте наставников ваших. Не мучеников, но те, которые учили вас. Значит, данным включает Хантиму Никомедийскому полностью относится. Это высшее звание мучеников, то есть в данном случае он высший апостол Иоанн, он умер. И он одновременно и свидетельем является. Не я этот ранжил устанавливал, и сам Господь говорит, нет, больше той любви. То есть высшую любовь показать сумел Никодим тогда, когда наступил смертный его час. Кровью свидетелей она ухоена была. Почему? Тот, кто выходит на профиль, он уже подписывает себе смертный приговор. Ниже их только тех, которые были исповедниками. Сидели в тюрьмах, были мучимы, но остались живы. Как они страдали, эти люди, когда выпускали, а они считали себя недостойными. Прикерпели, стоили много, но не умерли. Они стояли перед самой границей того, что перед ним мучили. И когда был первый телеский собор, то там были такие епископы, которые креститься не могли, как бы пальцы строгали, а просто руку держали. Их мучили так, раскаленный брусок железный, руки сжимали на нем. И рука так и засохла, высохла в таком виде. И Константин подходил к этим епископам, к ним именно. Мученики ушли, их нет здесь на соборе, а исповедники остались. И целовал эти руки обожженные, эти пальцы, которые скрюченные, которые на раскаленном бруске когда-то застыли. Что такое кровь? И почему она красная? Не все знают это. Нас окружает атмосфера. И атмосфера поглощает все цвета, какие есть, все цветов. Но меньше всего она поглощает красный свет, инфракрасный. Вот почему сигналы на железной дороге, всюду и везде опасность красный. А почему не синий? Потому что красный видно, если за два километра, то синий только полтора. А железной всего на километр. Это все надо знать. Потому что кровь это сигнал. Это опасность. И нет того греха, который не умывается кровью Христа. А Христос родился, благо празднует. Он живет, преображение, празднует, празднует. Но все заключается в смерти его. И всюду крест. А в смерти что в его главное было? Кровь. И кровью своей искупил нас. И везде подчеркивается. Без пролития крови нет прощения грехов. Кровь Иисуса Христа очищается от всякого греха. Если сказали бы в одном слове, изобразите вашу веру над этим Христом. А во Христе, что кровь, он отдал жизнь. И сегодняшний день, 16 сентября 2008 года, мы снова отвечаем память и священным ученикам Тима, который доказал любовь свою к Богу тем, что он пасху убедил так, что ни один не отступил. А ведь они два человека, 32 тысячи. И все они пролили кровь. Но они сожжены. Это пролитие крови. Стефана, когда пробивали, говорит, и проливалась кровь его, ну, видимо, ударом камня, сносила кожу, я стоял и одобрял его убедение. До смерти верный был Стефан. И святые выявили такое, как афоризм. Кровь христиан была семенем христианца. Она падает и прорастает новое. И на его смерть вырос Павел. Ни один человек вообразит этого ему. Главный гонитель, инициатор движения против христиан. Приближалось время христианской эры. Ну, 302 год. А уже в 313, вот в каких-то 11 лет осталось-то всего, до смерти детей нет. Но, Господу угодно было, еще украсит церковь свою. Как написано, крови, кровя, крови мучеников. Что нам говорит Священное Писание в Яне 22, 20? И когда проливалась кровь Стефана, свидетеля твоего, я там стоял, одобрял убиение его, и стерег одежды подбивавших его. Не душу невинно убиваем, а одежды стерег. Вот у нас это очень часто, когда нужно защитить, встать. У нас какие-то одежды стережем, свое что-то. Все это позади. Здесь проливают кровь. Списывается все. Царь Николай пролил кровь. Говорят, да он же папилосами в кармане умер. Все правильно. И он сам до этого довел страну. Все правильно. Но он в последнее время с Евангелем на столе был. Он читал Священное Писание, молился, горько плакал, причащался. Только смотрит на завершение жизни. Поминать его, как пример, мы не можем брать. Он не проповедовал о Христе. Не было поминать и наставника. Он не был наставника никому. Может, даже и детям своим не было таким должным. Ну а мученик, и в данном случае, если за Христа человек умер, он выше даже того, кто всю жизнь проповедовал. Церковь так построила. И мы сегодня, прилагаясь к иконе священно-мученика Анфима Некомедийского, сердцем приложимся, разумом. Анфим, ты где сейчас находишься? Его не надо было колонизировать, собирать от его чудеса какие-то данные. Не надо его к цепи, петь, убирать жизнь его свидетельствовала. Это был великий герой веры, великий святой. Соделись так, чтобы и наш Анфим здесь был таким же. И чтобы мы, приблизившись к тебе, получили от тебя какую-то часть того, что ты имел. Даниил 7, 21. Я видел, как этот рок вел брань со святыми и превозмогал их. Такой религии в мире не было и нет, которая сама себе говорила бы, что ее победят, и она сойдет на нет. Только христианство дано брань вести со святыми. Этот рок превозмогал. Там два агущих рога показывают везде. Мы обречены, как будто бы. А на самом деле в этом наша победа. Мир этого не знает, и мы должны им сказать. В нашем поражении победа главное не вступить. Главное, последние слова были. Иисус идут к тебе. Я люблю тебя. Ради тебя я все это сделал. Неправильно где-то поступал. Прости меня, Господи. Но вот эту вспышку, последнюю. Прими как подводящий итог по всей жизнью. Данила 7.25. И против Всевышнего будет произносить слова. И угнетать святых Всевышнего. Даже возмечтает отменить у них праздничные времена и закон. И они преданы будут в руки у его до времени, времен и полудремени. Святые объяснили. Слово время означает год. Времен два, три. И полвремени полгода. Три с половиной. Сходится. То есть самое большое пролитие крови еще впереди. Очень много пролилось крови после прихода безбожников к власти. Это больше, чем при гонителе римских. Но! В последнее время написано. Жена будет упоена кровью. Это все-таки к последнему времени. И к этому готовиться надо. Просить Богу, Господи. Вот они оказались в сервере. Как они могли все это перенести? Я считаю, что я святых каждую смерть прилагал к себе. Я не нашел ни одной смерти, когда я бы мог выдержать. Я в бойцутки. Я везде поднимал ручек, я говорю, Господи, прости. Я везде буду не тот, с кем я хожусь. Но Господь дает такое чудо, что тело перестает чувствовать боль. Люди даже не морщились и виды не показывали. И мучители говорили, они бесчувственные, как деревья. Бог это делает. И об этом надо заботиться сегодня, как за того, говорит. Чем неожиданнее будет наказание, тем страшнее. А мы заранее к этому готовились. Я другого и не ждал. Как слышится с женицем? Зашел к тюрьму, скажи, я пришел умереть. Тогда враг ничего не сделает. Никакие посулы тебя не сделают. Мне это очень сильно помогло. Чего бы не обещали, я пришел умереть. Все остальное ниже. Пророков вакуум, 1.13. Чистым очам своим не свойственно глядеть на злодеяния и смотреть на притеснения. Ты не можешь. Для чего же ты смотришь на злодеев и безмолвствуешь, когда нечестивец пообщает того, кто правит для него. Пророков это очень удивляло. Вот и Господи это видишь. Но защити их. А в этом и есть защита, что укрепляет дух. Какие-то молекулы соединяются, получаются красной крови. Насколько это верно? Я однажды читал рассказ. Кто-то разобрал железнодорожное полотно, а входчик это увидел и бежал навстречу. А тебе, ну, бежит и бежит человек. И он себя ударил ножом, где-то порезал их, смочил материю, там, платок или что, поднял, чтобы было красное остановление. У нас в жизни встречаются такие примеры, когда люди жертвуют самим собой. Это не просто матер дает свою почку или что-то больному и безнадежно сыну, а свою жизнь. Это реально, это возможно. И на меньшее просто не соглашается. Как отправляют ученика в школу, скажи, ты пошел учиться на петербург. Меньше не приноси. Вот так я пришел умереть. Господи, я хочу ответить взаимностью тому, на то, что ты дал мне. Ты за меня отдал всю жизнь. Ты пролил за меня всю кровь. Кровь истекала у него из четырех ран. Господи, дай так, чтобы кровь тобой и данная, полученная мной от матери, была пролита за тебя. Как я просила, молила Климента Антишского. Пролей кровь за Христа. Попробуйте детей своих так оснащить и приучать к этому. Теперь иди себя, чтобы зря кровь не провелась. Это храм Божий. Но кровь бери не доказать за Христа. И высшее название нигде не найдешь ни на земле, ни на небе. Откровение 12.11. Они победили его. Змея сатану. Кровью Азица. Высшее укрепление, высшее лекарство, сила, источник, мудрость и разруб. Все в крови. И словом свидетельство своего. И не возлюбили души своей. Даже до смерти. Ведь мы любим себя. Бережем, одеваем. И нужно будет сказать, вот я очистился, мылся, жил, питался, родители меня береги, чтобы все это положить на алтарь Христа. Ничего выше этого нет. И все это мы находим сегодня в памяти святого священного мученика. Он и мученик, он и епископ, и он свидетель. Свидетель это мученик. Это через терраса их. Не просто пошел, поговорил. Ты идешь на смерть, тебя могут побить камнями. Научитесь смотреть на благовестие, на проповедь, как на великий подвиг, который может закончиться в этот же день. Откровение 6.9. И когда он снял пятую печать, я увидел под жертвенником души убиенных за Слово Божие. И за свидетельство, которое они имели. На небе показан жертвенник. Закончилась мировая история. Крови пролито безмерно. И в авариях, и в мучениях. Цари мучили много. Киллеры убивали. Но увидел только кровь мучеников. А где же остальная кровь? За свидетельство Божие. Значит, мы, разобрав это место, понимаем, кровь-то дорогая. Это не водится. Но самая дорогая кровь, пролитая за Христа, за Его драгоценную кровь. И за свидетельство Иисуса Христа. Да приведет Господь нас к этому разумению и приготовит нас. Ведь может, мы войдем в эти три с половиной года, чтобы никто не оказался не верным. Аминь.